Привет, друзья! Как говорил Кант, единственное, что меня удивляет всегда и во что я могу верить, звёзды над нами и нравственный закон внутри нас. Ну откуда вот нравственный закон внутри нас? Откуда у нас совесть? Ну вот посмотрите, откуда это происходит, по моему мнению. Значит, во-первых, когда говорят, что человек творец, что создан по образу и подобию Бога, откуда это берётся? Ну потому что в нашем геноме все стадии предшествующей эволюции, все стадии в нашем геноме. Каждый из нас творец, и нам помогает часто в решении наших каких-то вопросов. Когда у нас напряжение растёт в поисках решения, зависание происходит, и нам надо перезагружаться, обнуляться. И поэтому нам надо освобождаться от шаблонов мышления, подражания авторитетом и так далее, от страха. Так вот, если представить себе мысленно, что подняться над планетой, допустим, и вы смотрите, и там миллионы-миллионы разных людей, все со своими характерами, вкусами, предпочтениями, стрессами и так далее, как им выжить между собой? И вот невольно скажешь, любите друг друга, вот любите друг друга, оказывается, заповеди это, это технологии, общежития людей самых различных индивидуумов в общей массе человечества. Поэтому это нравственный закон внутри нас, когда мы, например, сталкиваемся с очень большим напряжением, на пике очень большого стресса, когда наше подсознание и вот этот геном Творца, и все эти базы данных, которые в нашем подсознании, там миллионы-миллиардов битов информации, разом вдруг включаются, и у нас происходит лобовое столкновение нашего «я» с нашим подсознанием. Это не каждый человек может выдержать, если у него нет отводящей линии, когда снимается стресс. У него может происходить замешательство, вдруг он начинает осознавать, он становится проясняемым, он становится понимаемым, как он устроен, если у него есть отводящая линия вот этого напряжения, если он, например, поёт, занимается любимым делом, куда переходит этот стресс, если он при этом занимается рисованием, занимается вообще чем-либо, то, что он любит, то, что ему синхронно, его внутреннему состоянию по внешним действиям. И тогда он снижается по уровню напряжения, но остаётся как бы просветлённым, потому что он теперь начинает понимать, откуда у него нравственный закон внутри нас. Да потому что мы, как в Библии написано, созданы по образу и подобию, и в нас геном Творца, все стадии предшествующих нашей эволюции. Да, и всё это внутри каждого из нас, друзья. И, соответственно, законы природы в конечном счёте порождают в каждом из нас компас ориентирования в разнообразном мире. Это совесть. Итак, друзья, до встречи, до следующего ролика. Там ещё кое-что покажу. Продолжение следует...